Соседу, я люблю тебя, я люблю тебя, присаживайся в Царстве Божьем, присаживайся в Царстве Божьем, я люблю тебя, скажи. Вы знаете, есть сила в прощении, только сильный может прощать. Слабые, они таят обиду, они обижаются. А сильные что делают? Скажи, сильный прощает, а мы сильные. Мы для этого подкрепляемся в Боге, укрепляемся, чтобы сильными быть. Аминь. Поэтому, кому много прощено, тот много и может прощать. Вы знаете, он сильный. Мы можем понести это. Мы можем снести многие вещи. Некоторые говорят, за что мне такое? Почему я так? Ну, зачем у меня такая жизнь? Послушайте внимательно. Ты сильный. Я сильный. Аллилуйя. Вы еще не поняли этого. Некоторые. Давайте откроем первый псалом. Ваня, ты выучил его? Блажен муж. Скажи, счастлив. Вообще, заповедь счастья заключается не в том, что мне приносит в данный момент счастье. А откуда я черпаю счастье? Откуда я черпаю счастье? Вы знаете, есть рыбаки. Кто из вас тут рыбак? Поднимите руку. Раз, два. Ой, Ира, ты рыбак? Три. Я нет. Я вообще не понимаю, как можно три часа сидеть ради вот этого вот. И я не вижу в этом ничего. Но когда они начинают тебе рассказывать, они счастливы от того, что они делают. Они даже снасти покупают. Они идут и думают, и размышляют, рассуждают. У меня брат рыбак. Знаете, все рыба. У нас морозилка в рыбе. Вот такой правда. Но мы приносим сюда ее. Но он счастлив от того, что он сейчас сидит в эту холодину. Приходит, все обморожено у него. Все вот здесь вот плохо. Но он ловит рыбу. Счастлив. Счастлив. Я не понимаю этого счастья. Послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы услышали. Счастье не от того, что вы как бы имеете сейчас, а от того, что вы принимаете за счастье, получаете за счастье. Вы знаете, вы можете быть счастливыми рыбаками и несчастными молодоженами. О, что-то новое. Вы можете быть счастливыми молодоженами, несчастными рыбаками. Лучше так, да? А можно вместе все? Можно вместе. Только как ты к этому будешь относиться? Кстати, о рыбалке там ничего не сказано, что это плохо. Вы знаете, в Библии не сказано. Так что, если ваш муж или жена ходят на рыбалку, ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы не пил и не долго там был. Правда? Хорошо. Читаем. Блажен муж, который не ходит. Смотрите, есть люди, которые счастливы от того, что они куда-то ходят на совет нечестивых. Они ходят к тем людям, которые нечестивы. Вы знаете, кто из вас молодым был? Ну, вы сразу, может быть, постарели. В 20 лет стали, в 15 лет стали уже 30-летними. Кто-то уже сразу достиг возраста Христова там. Только, только, только родился. Я с рождения Бога знаю, кто-то мне говорит. Я говорю, а я нет. Я был молодым, и у нас влекла меня улица. Совет нечестивых. Совет нечестивых. Кого-то влекла улица тоже. Совет нечестивых. Вы знаете, то, что тебя привлекает, это вызывает твое блаженство. Тебе не надо даже было там. Ты просто находился возле них. Слушал их разговоры. И тебе нравилось. Ты получал от этого удовольствие. Ты еще не грешил, ты еще не делал тех вещей, которые делали они. Но со временем ты начал делать то же самое. Но и я начал делать то же самое. Если вы вспомните. Совет нечестивых приводит к тому, что вы начинаете быть в том совете. Это не советники вам. Но они вам рассказывают что-то. Они говорят вам, и вы начинаете думать так. Начинаете жить так. И тут написана интересная вещь. Не черпай оттуда счастья. Перестань черпать счастье от тех вещей, которые не обогащают. Вы знаете, что это придумал дьявол для того, чтобы компания хорошая, хорошее застолье там и еще что-то. Это дьявол придумал. И они говорят, вот это класс, реклама такая, дискотека, счастье. Нет, там счастья нет. Послушай внимательно. Дьявол придумал для того, чтобы ты получал от этого удовольствие. Смотрите, интересная вещь. Я скажу. Тут написано, счастлив человек, который не ходит на совет. Не ходит. Скажи, не ходит. Вау. Как черпать счастье, когда ты не ходишь? Без ног, без рук, что ли? Просто тебе не хочется туда. Правда? Счастливый человек, кому не хочется туда. Ой, ты счастливый. А меня тянет туда. Слушай внимательно. Я вот дочитаю. Не стоит на пути грешном. Интересно. Он не ходит не просто на тусовки, а он еще и не делает ничего с ними. Не участвует в бесплодных делах тьмы. Другими словами, не стоит на пути. Другими словами, путь. Это то, что они уже делают. Вы знаете, есть дела, которые они тебя завлекают. Есть люди, которые любят делать грех. Они получают от этого удовольствие. Любой грех не стоит. Даже если ты еще не любишь, ты со временем полюбишь. Есть дело привычки. Знаете, наркотик он завлекает. Алкоголь завлекает. И я вам хочу сказать, что кто в пять... Ну, я не знаю, во сколько вы попробовали алкоголь. Я попробовал в лет 10, вот так вот, в 7. Ну, там мы поехали к дедушке, православный священник, кстати. Я когора выпил, хорошо выпил. У меня кружиться начала голова, и мне было плохо. Я от этого не получал удовольствие. Я не понимал, зачем люди пьют. Но со временем я... Вы знаете, на пути грешном. Они начинают нравиться. Те грехи начинают нравиться. Они втягивают. Втягивают грех. Не сразу человек получает удовольствие от того, что делает. Кто-то покурил. У него в голове потемнело, плохо стало. Зачем оно надо? Фу, легкие, грязные. Ужасно. Но втягиваешься, скажи, втягиваешься в дела. И ты получаешь от этого, начинаешь удовольствие. А это глупость. И он говорит, блажен, счастлив человек, который не получает от этого удовольствие. О, какие они счастливы. Они еще не знают, что от этого нет никакого удовольствия. Мир втягивает, он засасывает. Интересно дальше. Не стоит на пути грешных. Не сидит в собрании. Знаете, что такое развратители? Люди с развратным умом, которые не хотят. Вообще развратитель – это тот, который не почитает Бога. Непочтителен к Богу. Непочтителен к властям. Вообще не подчинен человек. Развратный человек. Ты еще не такой. Ты еще правильно думаешь, правильно относишься к своим родителям. Вы знаете, как правило, люди, которые развратные, они не сразу становятся такими. Им сразу не нравится разврат. Вы понимаете это? И они втягиваются в это. Со временем это приходит в норму жизни их. И они без этого жить не могут. Это зависимость. И приходит это как зависимость. И вы знаете, и он говорит, блажен, счастлив человек. Смотри. Но он говорит, отчего он испытывает блаженство? Счастлив муж в законе Господа Бога. В чем? Смотри внимательно. Кто из вас читал Библию и получал от этого удовольствие? Ну вы крутые сразу. Слушайте. Я не такой. Сразу стали получать удовольствие? Скажи, надо втянуться. Во все надо втягиваться. Смотри внимательно. Ты должен научиться в это втягиваться. Блажен муж, который в законе Господа, воля его. И о законе он размышляет день и ночь. Как размышлять о Библии, если ты не получаешь от этого никакого удовольствия? Но со временем ты начинаешь понимать, что все это происходит. Все это живо и действенно. И что бы ни происходило, оно происходит по Слову Божьему. А Слово Божье, оно внутри тебя. И ты знаешь, куда пойти и что делать. Слушай внимательно. Это не удовольствие. Да ты крут. Библия говорит, ты стал мудрее своих учителей. Потому что о законе размышляешь день и ночь. Почему ты стал мудрее? Потому что оно умудряет простых. Оно дает удовольствие. Оно дает силу и крепость костям твоим. Самое интересное то, что оно дает тебе мудрость. Скажи мудрость. Совет нечестивых делает тебя зависимо глупым. Путь развратителей делает тебя заключенным, как правило. Правда? Путь, не путь, размышления с развратителем или путь развратный, он приводит к тебе к такой зависимости, с которой ты не можешь уже выйти. Смотрите. Но в законе Господа Бога воля его. И о законе размышляет день и ночь. И он получает от этого удовольствие. Надо это тренировать в себе. Поэтому я вам хочу сказать, надо научить тренировать себя, ходить в церковь, читать Библию, молиться Богу. Потому что первое, что ученики Иисуса Христа, они три года тренировались с ним на молитву. И знаете что? Когда он просил их, помолитесь со мной, они заснули. В законе Господа воля, я о законе размышляю день и ночь. Какое там удовольствие? Они удовольствие получили от сна больше, чем от всего остального. Но когда их засунули в темницу, и был случай в деянии апостолов, когда они были в темнице, когда Павел и Сила находились в темнице, они молились. Была ночь, все спали. Стражник спал, они спали. О, Павел не был, ты скажешь. Ну, не имеет значения. Вы знаете, они получали удовольствие от того, что они делают. Они славили Бога. Научись прославлять Бога. Кто из вас прославляет Бога и получает от этого удовольствие? Круто, молодцы, братья. Молодцы, сестры. Вы знаете, это благословение, когда ты получаешь от этого удовлетворение. Смотри дальше. И будет он. Это следствие. Смотри. Ты научился быть счастливым, и тебе уже ничего не надо, потому что ты счастлив. Но тут написано, что благословение не пройдет мимо. И будет он. Счастье – это не все, что ты приобрел в Боге. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Смотри внимательно. Дерево, когда сажают при потоках вод, то от него ожидается, что оно будет лучше всех, круче всех. Оно уже получает удовольствие. Оно всегда питается нужной пищей. У него всегда все хорошо. Но помимо этого, там написана интересная вещь, которая лист не вянет и приносит плод во время... Смотри. Бог благословил тебя быть плодоносным. Смотри внимательно. Когда у тебя была бесплодная жизнь? Когда ты ходил, сидел, стоял. Стоял, сидел. Правда? Когда ты... Что делал? На совете нечестивых, грешных, развратителей. Ты был таким, и ты не получал от этого ничего, никаких дивидендов, никаких благословений. Но есть благословение, когда ты приходишь к Богу. Правда? Классный псалом. Самый лучший. Вы знаете, что этот псалом заключает всю Библию? Он начинает все. Но он показывает и рассказывает нам, какой Бог в благах тем, которые полюбят Его Слово. Начни читать псалмы. Полюби это. Влюбись в Бога. Влюбись. Ты имеешь силу в себе быть плодоносным, когда ты влюбляешься в то, что Бог дал тебе, Слово Свое. Вы знаете, ангелы хотят иметь Слово Божье. Ангелы хотят принять Слово от Бога, но они не могут. Библия говорит, они желают приникнуть той благодати, которая дарована нам. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. А Иисус есть Слово. Слово, которое даровано тебе. О котором ты можешь размышлять день и ночь. Ангелы не могут этого иметь. Тебе дано это. Насколько Он оценил то, что Он дал. Вы знаете, мы недооцениваем то, что мы имеем, то, что мы приняли от Бога. О чем мы можем размышлять, о чем мы можем рассуждать, что мы можем читать. Мы недооцениваем то, что Бог дал нам. Вы знаете, есть та благодать, которая недооценена. Я как-то проповедовал на эту тему. Недооцененная благодать. Когда мы недооцениваем то, что сделал для нас Бог. И мы начинаем искать в чем-то другом. И я вам честно скажу, чаще мы начинаем искать в своих товарищах, друзьях, в пути развратном. Мы начинаем ходить в этих вещах. Мы начинаем вариться в ненужном. И вы знаете, мы думаем, наверное, они лучше живут, чем мы. Слушай внимательно. Они не будут плодоносны. Он кого посадил при потоках вод? Того, который размышляет. И в законе Господа воля его. Он будет как посаженное дерево. Это не как дерево. Слушай внимательно. Мы не деревья. Я не дерево, и ты не дерево. Мы не дубок. Правда? И не пенек тоже, дорогой. Но мы что-то гораздо больше. Мы то его творение, в котором должны открыться его плоды. Какой плод он ожидает от тебя? Праведность, мир, радость. Любовь, благость, милость. О, есть плоды Духа Святого. Но есть больше. Есть гораздо больше, что он ожидает от тебя. Ты будешь плодоносен на всяком месте. На работе ты будешь плодоносен. В учебе ты будешь плодоносен. В делах своих ты будешь плодоносен. Бог благословит тебя. Ты, может, сейчас не получаешь удовольствия от слова. Так я тебе говорю, дорогой мой, хватит бегать. Если у тебя хоть немножко еще есть желание и жажда возвратиться на путь грешный, собрание развратителей, нечестивым, зачем оно тебе нужно? Подумай. Какой плод ты там имел, о котором стыдно даже говорить. Правда? О котором даже рассуждать стыдно. И размышлять. Но у Бога есть что-то большее у тебя. И вот этот прогресс я сегодня меняю на свою похоть. От того, что я получаю удовольствие. И о чем я хочу сказать? Переключи все свое удовольствие на слово Божие. Стань слово-зависимым. Но в законе Господа воля его. Размышляй день и ночь. и будешь, как дерево посажено при потоках. Лис, которого не вянет. Слушай внимательно. Лис, которого не вянет. Это, знаешь, есть люди, у которых улыбка не сходит с лица. Это Дима, наверное. На него, как я не посмотрю, так он улыбается. Саша? Не, ну Сашу я вижу и грустно. Знаете, не вянет. Почему не вянет? Потому что у него все хорошо. У него все будет хорошо. Интересно дальше. Дальше идет то, что мы не видим. Но тут говорится не так, нечестивое. О, я извиняюсь, я одно место пропустил. Что делает? Успеет. Все, что не делает, скажи. Все, что не делает, сколько тебе лет, дорогой мой? Успеешь. Понял меня? Я хочу, чтобы ты понял, о чем. Не надо себе искать жену среди развратителей. Успеешь. Не надо там делать определенных вещей. Разбогатеть некоторые пытаются среди, на пути грешном. Успеет. Скажи, успеет. О, я успею все сделать. Я успею в своей жизни все. Я успею видеть. Кто-то говорит, он мир видит. Я успею. Слышишь меня? Все успеет. Скажи. Все успеет. Это не о дереве сказано. Это не о дереве. Это о тебе, обо мне. Тот, который влюбился в Слово Божие, живет им, чувствует его, ощущает, ходит в нем. Я успею. Все, что не делает, успеет. И так нечестивые строят, строят и ничего не достроят. Они, как прах, возметаемый ветром. Потому нечестивые не получают удовольствия собрания праведных. Знаете, почему? Им неприятно здесь. Они не получают удовлетворения. Они независимы от того, что у нас есть. Правда? Скажи, я зависим от Бога уже. Правда? Я завишу от Его Слова, от Его благословений. Я зависимый человек. Нечестивый, он независимый. Знаешь, от чего он зависим? От своих друзей, от дел неправильных. Как правило, ты придешь в церковь, не, у меня дела. Он зависим. Хотя дела вроде и важны, правда? Но тот, который о законе Господа размышляет день и ночь, и в законе Господа воля Его, он будет. Он пребудет в доме Его. Смотри, я дочитаю. Потому не устоят нечестивые в суде и грешники в собрании праведных. они, как прах, возметаемый ветром. Смотри, я хочу, чтобы ты прочитал первый стих. Совет нечестивых. они не будут получать удовольствие. Они, фу, их нет. собраний праведных. Вы понимаете, что он просто показал это, что будет происходить с нечестивым человеком. Вы знаете, чем признаки нечестивого человека он не получает? Удовольствие с вами. Вы поняли, о чем я сказал? Нет? Кто из вас понял? Он дальше. В суде грешники. Знаете, я когда проповедую, бывает, некоторых так касается, что они обижаются на то, что я говорю. Они думают, что я им говорю. Он имел в виду про меня и для меня говорил. Слушай внимательно. Вы, братья, я вам дам. Смотрите, на пути определенных вещей тут написано пути грешным и тут в собрании. Тут говорится интересно не устоят на суде. Вы знаете, есть момент. Люди, которые делают определенные вещи, они чувствуют свою как бы ущербность, ущемленность. Неправильные вещи. Мы не судим наших. Их судит собственная собственная совесть, слово, которое исходит. Даже мы не говорим, потому что на пути. Они стоят на пути грешных. И это бывает так тонко, что человек, он чувствует, ну, может обижаться даже. и грешники в собрании праведника и аллегория развратителей. Собрание праведника развратителей. Вы знаете, как правило, человек в собрании праведных, праведный человек это отделенный. Он отделяется, он не похож на этот мир. Он не говорит такими же словами, он не говорит такими же поступками. Почему мы не материмся? Почему нет плохих слов? Кто-то говорит, а он не может говорить у него все слова. Это разговаривал я с пастырем, и он рассказывает, пришел к нам сантехник во двор, чтобы залез в колодец, откручивает, и ему надо какая-то была там попка или что там, и он одни маты говорит, ничего кроме матов, и так громко просил, чтобы хозяйка там подала. И он говорит, я не выдержал, подошел к нему и говорю. И он с удивлением, когда он сделал ему замечание, он так кротко сделал замечание, он говорит, а я других слов не знаю. Он говорит, я не знаю, как это объяснить, чтобы мне подали именно то. Знаете, некоторые люди, они не умеют даже общаться, и он говорит, я поверил этому человеку, мне стало жалко его. Знаете, в чем? Потому что люди не умеют общаться. когда ты учишься, ты начинаешь получать удовольствие от того общения. Правда? Вот со временем ты втягиваешься в собрание таких людей, да, праведных, отделенных. О, это закрытое общество. Вы знаете, церковь напоминает такую отделенную церковь. Оно закрытое общество. О, мы идем в мир, свидетельствуем, но мы их собрание праведное. Правда? Для чего? Чтобы ты не был похож снова на этот мир. Чтобы ты был праведен. Аминь? И люди, которым нравится вот эта жизнь развратная, слова развратные, разговоры развратные, они тяготят к этому. Они не могут находиться в этом собрании праведных. И Библия говорит, если человек не хочет быть праведным, не желает, он не устоит в собрании. Я хочу быть праведным. Прими решение быть праведником наконец. Ты сможешь у тебя выйдет. Знаешь, почему? Потому что влюбиться в Бога, влюбиться в Слово легко. Скажи своему соседу, в Библию влюбиться легко. Ее надо читать. Знаете, когда один писатель сказал, что религия это опиум для народа. Для того, чтобы стать наркоманом, достаточно трех уколов. я как врач говорю, некоторые даже запрещаем мы, чтобы при медикации делаем одним уколом. Второй, третий уже нельзя. Даже если это легкий наркотик, драпиридол или еще что-то, то лучше не делать. Приходит, может, зависимость. И некоторые люди, они определенно знают, что зависимость приходит. Вы знаете, когда ты начнешь читать Слово Божье, ты начнешь быть зависим от Него. Скажи, зависим. Только тебе надо получить от этого хоть раз кто из вас испытывал удовольствие от того, что читал? Ну, вы поняли, о чем я сказал, да? Когда ты читаешь, оно тебе вау, и оно радость приносит. И радость не такую, как опиум для народа, да? Слава Богу, я хочу такой опиум. Я такой живой хочу опиум, оживляющий. Аминь. Потому не устоит нечестивый на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведный, а путь нечестивых погибнет. Я хочу сказать, этот первый псалом, он просто рассказывает о том, есть привилегия. У меня есть привилегия, у тебя есть привилегия. Быть с Богом. Правда? Размышляй Нем. Ложись спать вместе с Нем. Молист. Поэтому, когда тебе говорят, давай помолимся, опять молимся. Ну, ты же не скажешь опять кушать, когда ты голоден. Правда? Согласен. Так что, следующий псалом, первый, Ваня? Я в понедельник тебе дал задание. Аминь. Будь в этом, пребудь в этом. Когда ты будешь пребывать, Бог благословит. Аминь. Давайте встанем. Я задам вопрос сейчас. Такой вопрос. В твоей жизни надо что-то поменять, но ты изменить уже сам не можешь ничего. Тебе нужен Иисус. Тебе нужно покаяние, тебе нужен Господь, тебе нужна сила. Тебе нужна сила? Аллилуйя. Но кому-то нужно покаяние. И покаяние надо. Тебе нужно что-то